всем здравствуйте очередное психологическое видео и так запрос был такой как мне вести себя с ребенком сейчас да я на стрессе или я в тяжелой ситуации и дети перенимают от нас от родителей всегда тревожности наши эмоции они нас считывают без слов просто по нашим ощущениям как я вот нервозно себя чувствую не надо для этого срываться на ребенка или ругать его но ребенок уже просто без слов чувствует состояние мамы и папы родителей своих почему потому что от рождения у детей автоматически это природа это наши инстинкты ощущение безопасности защищенности ребенок получает от мамы во время питания да потому что это что-то теплое родное молочко мама меня обнимает когда кормит с питанием это связано я безопасности я не умру я не голодный это такие наши базовые инстинкты это у нас всегда остается поэтому знаете когда мы взрослые вы чувствуете иногда у моего там брата близнеца сестры у моей мамы или моего там родственника кого-то с кем мы близко общаемся у него что-то плохое например произошло а я почувствовал на расстоянии в тысячи даже километров я начал нервничать я начал переживать и до оказалось как несчастье произошло когда люди об этом рассказывают о таких вот проявлениях это как раз то базовая то есть это говорит о том что у вас вы тонко чувствующий человек тонко осъязающий тактильный скорее всего и вы его так считываете до вас очень хорошие возможно связи и контакты со своими близкими кого вы этого человека чувствовать и кому это относит то о чем вы говорите если это с вашими родителями могу вас поздравить скорее всего довольно таки хорошие теплые здоровые отношения в семье и с вашими родителями в частности только благоприятная такая обстановка в семье позволяет не утратить вот это чувство защищенности контакта и возникшая тревога это сигнал того что что-то происходит не так и так по поводу детей было такое как мне объяснять ребенку то что сейчас происходит как было вопрос ясно понятно да наверное откуда от какой ситуации смотрите я уже видел раньше по тревожность говорила ваша задача создать максимально стандартные обычные ритуалы которые были ваши до стрессовой жизни касаемо ребенка например он также утром чистит зубы если есть эта возможность да он например обязательно смотрит те же мультики которые смотрел раньше до тревожной ситуации мы играем с ним в те же игры рисуем или те же раскраски и так далее какая в общем смотрим по возможности до что ребенку напоминает они тревожной обычной ромальной жизни какие могут быть проявления у детей они бывают разные это шок и стресс конечно же он больше смотрите пока вы будете переживать бояться ребенок даже если вы это не показываете в другой комнате это делать все равно ты чувствует вот и к чему до подвожу поэтому надо взять себя в руки показать ребенку что вы уверены в завтрашнем дне вы не боитесь вы не тревожитесь вы знаете что завтра будет если вы этого не знаете но ребенку вы должны это показывать вы можете говорить такие фразы но сейчас скоро без конкретной даты она может измениться потому что это будет тревожность но вот скоро смотри лето весна приходит лето настает мы поедем в отпуск будет так классно вот скоро скоро уже совсем скоро мы вернемся домой вот уже скоро совсем скоро будут какие-то наши планы которые у нас были надо немножко подождать совсем близко совсем вот-вот-вот совсем скоро вот такие фразы должны быть да далее какие реакции у детей бывают вообще стресс военных действий война это самая большая психотравма которая труднее всего прорабатывать эти страхи остаются на всю жизнь не бойтесь за ваших детей у них вся жизнь впереди они что-то будут помнить но в большинстве своем они это забудут это может остаться на уровне никаких инстинктов очень мало младший ребенок тем больше защищает его психика тем он меньше будет помнить тем он легче легче чем вы переживет потом последствия такой психотравмы поэтому не переживайте реакции какие дети могут переставать говорить могут заикаться это всегда первое это речевое снятся кошмары вздрагивание тревожность на различные звуки это само собой это вообще следите за картинками ваших детей если они уже в розыске возрасте том когда они рисуют мрачные посттравматичные рисунки вы это увидите на самом деле в рисунках дети с 3 лет да и в принципе до взрослого состояния все равно среднем там допустим возьмем далее до 17 до 15 не все равно но в любом случае это бессознательная наша вылазит но таких вот дети от 3 лет там до 12-15 они все равно для гормонального перехода там тоже есть свои нюансы в общем они на самом деле рисуют то что вы их головах на их подсознание что их тревожит их эмоции невысказанные тревоги вот если вы видите что-то повторяющиеся регулярные на картинке из раза в раз задавайте вопросы а что а кто в третьем лице не ты а он о ком это о чем на самом деле знаете ребенок рассказывает о себе своих эмоциях и своих страхах страхи так выходят на картинке что вы можете делать вы можете предлагать ребенку картинку вместе вдвоем с вашей поддержкой перерисовать переделать вот видишь там например у тебя там злобный страшный кто-то там это то так вот что-то такое происходит давай как мы можем как игра да а как мы можем с тобой защитить этого героя как мы можем ему помочь а давай вместе слушай я тоже возьму карандаш и сейчас покажу что как я вижу эту ситуацию смотри что можно какую-то там не знаю допустим нарисуем над этим человечком или животным зонтик а вот смотри зонтик может его защитить он скажет нет зонтик недостаточно манта все хуже там пули летят например слушай давай тогда нарисуем саркофаг до такой купол который давай будет он супер прочный и туда например пули ли что-то не попадут понимаете да это и есть терапия здесь и сейчас вы можете помочь вашим детям легче переживать и для вас самих это тоже очень полезно потому что когда мы рисуем когда вы просто даже раскрашиваете со своими детьми во первых вы переключаетесь вы понижаете тревожность вы заботитесь с главное вот этот контакт с ребенком чтобы оставался вы продолжаете с ним контактировать и ему даете уже чувство уверенности в завтрашнем дне снимаете тревожность ребенок спокойнее и психотравма меньше если ребенок спрашивает конкретно что когда закончится что будет завтра не врите детям первое мы избегаем конкретных дат цифр и так далее что могут не оправдываться это будет потом неоправданное ожидание разочарование ребенка минимум доверия больше стресс тревожности мы говорим размыто расплывчато но правду ну извини я наверно не знаю когда их закончится но я уверена что очень скоро у меня нет точной даты но я чувствую я верю что это будет очень скоро или это будет очень там быстро и так далее вот такие фразы должны быть вашем лексиконе так нужно говорить старайтесь переключаться и я повторюсь оставлять всегда элементы жизни ритуалы которые были в спокойное время у вас когда вы не тревожились не переживали если у вас остаются какие-то камни вопросы комментарии вы хотите что-то написать пожалуйста под видео пишите я напоминаю что комментарии под этим видео это не место ненависти мы любим друг друга мы поддерживаем милосердие и любовь делает нас объединяет делать нас сильнее только так мы сможем остаться людьми и не скатиться до каких-то низменных простите скотских низменных и скотских ощущений я бы так это назвала у меня в инфобук все всегда остается моя почта если вы мне хотите что-то спросить чем-то помочь или записаться ко мне на психологу психологическую консультацию ко мне как психолога пишите мне на почту спасибо всем за внимание всем мир скоро увидимся